Ой-ой-ой, ты смотри! Блядь, нахуй я его хвалю? Нарпать, он и просто прокнул. Ого! Всех приветствую на Spring Major, который будет проходить с 6 по 9 июля в Бостоне, и который мы полностью будем освещать на моем твиче. Я буду иногда соу, иногда с гостями. Вот на первый день ко мне забежал Нермик, и мы с ним смотрели все матчи. Мажор идет с 7 вечера до часу ночи по Москве, так что всех буду рад видеть, и поверьте мне, вы точно не хотите пропускать такой крутой контент. Всем приятного просмотра. Сколько смотреть будешь? Да все мы посмотрим. Блин, жалко у Рубан своих декалек нет. Да, я вчера только декальку фалконцев купил выездную. Жалко, подожди, фалконцев выездную? Типа они же не выехали на мажор. Ну блин, сейчас-то не выехали, когда-то выезжали. Брэд Кинг. Так, вот они. Брэд Кинг, Дропс и Дрофиньо. Графин тот самый, Дропс. Кстати, он был Дропс РЛ. Ой, РЛ в Нике, твое любимое. Потом посмотрел мой стрим и стал обычным Дропсом. Чем понял, в чем его ошибка. Так ты смотри, у него был ник Дропс РЛ, они упали в нижнюю, и он поменял ник на Дропс, и они выиграли. Все понятно. Так что, чат, если у вас есть РЛ в Нике, то там все явно никакой. Сами понимаете, почему у вас еще не СССР. Это правда. Против них, короче, РЛ Ван, это организация Сан Ласкана, если кто не знает, есть такой ютубер Сан Ласкан, и это его киберспортивная организация, он СЕО этой организации, то есть главный. Вот, это три араба, очень-очень крутых, они очень хорошо играют. РАВАЗ, это вот этот вот чел, который РВ-9. Короче, немножко предыстории. В арабском языке цифры читаются как звуки, короче, как буквы, вот. И, соответственно, некоторые их имена содержат цифры, которые мы, ну, не понимаем. Соответственно, РВ-9 это РАВАЗ, М7СН это Мэйсон. Вот, просто, чтобы вы понимали, что мы не из воздуха берем эти никнеймы, то, что их реально так называют, просто, ну, арабский язык вот такой вот. Ну, если его в латиницу переконвертировать, то он будет вот такой вот. Вот, это, короче, три вообще ебанутых игрока. РАВАЗ, это лучший игрок в 1 на 1 вообще на планете. Насчет Мэйсона, не знаю, вообще не следим. Ну, он от ебаного Зена. Тоже верно. В его прайм-тайме, получается, он от ебаного того, кто от ебаного всех остальных. Значит, он самый сильный. Ну, да. Немножко математики, немножко математики. Так, а вот кто такой киллер? Ну-ка, ты знаешь, что это такое? Потому что, ну, я слышал, но особо не знаю. По поводу игры его? Ну, в принципе, где он играл, может, или что-то такое? Давно, недавно он? Мне кажется, он всегда только с Равасом всегда играл, не? Возможно, но я, опять же, вроде бы в Руване два родных брата играют. Кстати. Они близнецы? Двойняшки. Двойняшки-близнецы? Да. А кто? Киллер Саравас. А, Киллер Саравас? Понял. Да, да. Нифига, прикольно. Чисто. А, так вот почему мы не можем их отличить, да? Да. Подожди, только сейчас мы допер. Да не, я помню, что там где-то играли близнецы, я просто забыл, что они в Руване. Я помню, где-то было два арабских близнеца, но я думал, это в другой команде. My bad, my bad. Env не просветил. Да я знал, просто я, опять же, не помню кто. Ну, блин, ноль негатива, но они реально очень похожи все, поэтому там тяжело. По факту, кстати. Пока у нас 0-0, в разминочные все тыкаются туда-обратно, особо ничего. Пока я вообще не увидел какую-то жесткую игру, просто на чили, на расслабоне. Ну, слушай, КРУ вообще на прошлом мажоре очень удивляли в защите. То есть они прям показывали перформанс уровня Фейс Клан в защите. Вот на Руван, мне кажется, они, как любая арабская команда, просто будут атаковать и атаковать. Да. В один момент они просто затыкают до смерти. Но пока, кстати, они очень разрозненно играют. Типа далеко друг от друга. Я как вспомню игры Фалконса в пике, они вообще очень редко из атаки выезжали. Ну да, а когда выезжали, то это был просто поваршот в пустые ворота. Ну да, это тоже. Ну это классическая на самом деле фига. Ой-ой-ой-ой. Интересно, да, что, несмотря на то, что Руван, такие быстрые игроки, они очень далеко друг от друга играют. У него я понимаю, ну типа в чем прикол. Обычно, когда команда с очень быстрыми механическими игроками, они очень близко друг к другу играют. А тут просто Руван, у них ротация на все поле. Ой-ой-ой-ой. Рубина, не поваршотят очень часто. Просто мячка дает? Ну, кстати, вот бэкборд, это очень важно. Против Руван надо просто жить на бэкборде. Иначе они, мне кажется, будут обузить бэкборд только так. В общем, минуту все еще 0-0. Первый овертайм будет сразу? Ой, я споткнулся там кто-то. Пацана одного убили. Я там отомстил сразу. Какой, кстати, коэффициент? 22 на 78 у тебя коэффициент. Ладно, хорошо, что я не ставил. Коэффициент где? Ну-ка, пойду на бэкборде и посмотрим коэффициент. На команде. 78 на Руван. Это в чате поставка? Да-да-да. Все, посмотрю, что на бэкборде. И такой же процент на официальной трансляции. Ну-ка. Практически 27 на 70. Они открыли? Мне ничего не открыли. Походу, походу онлаки пока что по открытию. 10 секунд. Что, пустые ворота? Дропс? Нет, спокойно справляется. Киллер что-то не попадает. И в итоге реально овертайм мы увидим первой игры. Интересно, да? Не, они пока разминаются, я 100% уверен. Ну да. Вообще, это самая-самая первая игра Руван на лане, в принципе. Нет, нет, нет. Че нет? Был же арабский лан. Нет еще? Там они выиграли... Там они топ-1 заняли, тоже призовой был хороший. Чуть 50к. А-а-а, точно, я вспомнил. Я видел что-то такое в твиттере. Но это арабский только, так что там все равно полегче. Ну, я не знаю, мне кажется. Хотя нет. Jetwag. Они еще играют в очень всратом для них часовом поясе, да? Ровно противоположное. Они в Бостоне. Они в Бостоне. В плохом пинге непривычном. За ноль. Ой-ой-ой-ой. Как же они пенетрируют, но пока не попадают. О, это фри. А че? Так. Они адепают. Там был фришка улучшила. Так, ровас. Пошел в соло показывать. Интересно, да? Насколько бы, типа, хорошо они не играли в 1С все на роване. Все равно как будто челленджи. Они пока что не выигрывают. Ну, в 3С это вообще по-другому чувствуется. Ну, опять же, как по мне, из 1С в 3С очень сильно транслируются фифтики. И просто сколько времени у тебя. Потому что в 3 на 3 тебе кажется, что у тебя вообще никогда нет времени. Но на самом деле, если ты хорошо... Ну, позиционку чувствуешь, то на самом деле у тебя куча времени. Просто ты не знаешь об этом. Знаешь, в 1С ты смотришь на одного ИРК, а здесь... Даже если ты одного обводишь, там впереди еще двое. Поэтому надо заранее... Вот он! Молодой перфиктис. Трэш-толкер 1С, но здесь забивает. Ну, тут пофоткали Кру и Спорт. Кстати, у них была нормальная буста. А что, у них даже декальки нет. Тьферт. Вообще, что-то долго... Кстати, реально. Долго нету декалек новых. Я не очень понимаю, почему. Уже же, ну, давно эта фигня, да? Ну, в любом случае же, наверное, декальки делают, когда команда на лан уже какой-то выходит. Да не, это всего, нет. Кто-то... Сейчас я пытаюсь вспомнить. Какая-то команда вошла в Соники, вошли в РОЦС, в верхний дивизион. Ни разу никуда не прошли. А, да, да, да. И им сразу дали декаль. Мне кажется, это за деньги, да. Ну, у Рулуан точно есть деньги. Ну, да, там инцидит. Все-таки там шейхи сидят. Нет, а ты видел в Соту сейчас? У Рулуан было 12 шотов, у Кру было 2 шота. Ну, это, в принципе, то, чего и следовало ожидать. Ой-ой-ой-ой, он засейвил. А, не в порядке. Есть контент, есть контент. Подожди, а где второй был у Кру? А, он вначале на прижампе был. А, он с пустом, видимо, поехал. Понятно, ну, тут их просто на классе. Да он с киков, а 0-100. Мало, мало было вообще возможностей там что-то сделать. Ну, да, кстати. А, у РАБов же гениальный киков постоянно. И в ранкете, и в играх. Они что-то придумывают постоянно. Бампы какие-то, скидки жесткие, близкие. Не замечал? Нет, на самом деле, из самых... Мне кажется, команда с самыми креативными киковами это Генги. У них постоянно какие-то веселые киковы происходят именно в официалках, именно, то есть на Туриках. Они, наверное, команда, которая больше всего использует всякие фейки, под себя скидывает постоянно. Иногда скидывает прям ворота себе. Было дело. Вот. Ну и, кстати, по статье, вроде Генги очень много пропускают на киковах, понял? Они, типа, больше всего забивают на киковах и больше всего пропускают. То есть, типа, палка от двух концов. Разницы нет, в общем. Ну, не знаю. Я думаю, есть особо... Всегда приятно иметь разные киков-стратегии, да. Я думаю, ты лучше всего знаешь, это из Одинессы. Если против тебя чел делать три разных киков, то ты просто не знаешь, о чем думать. Ну да, когда чел фейки делает, потом медленный свой дэш, потом дефолтный. Тут то же самое они, в принципе, делают такое чувство. Очень часто арабы. Ну да, арабы в плане креатива очень. Вообще, в Rocket League это передовые ребята. Несмотря на то, что в регионе не так много людей. Там очень много хороших игроков. Кстати, первая атака от Круй Спорт. Но вроде как справились. Не опасная была. Инста-контратака. Ну там 2 в 1 временно было, но штанга оказалась сильнее команды Круй Спорт. Там позиции не очень пришло. Смотри, как он делает фифтики на Равасе просто. О, нет. И бамп. Капец. Есть. Он такую соль завозит. Смотри, он сделал два фифтики. Три фифтика чел сделал. Чел выиграл три фифтика и бампнул. Это просто шок. Ну я думаю, тут вот чисто по этим 2 минуты, мне кажется, проснулись. Мне кажется, Руван проснулись и тут уже до свидания, Круй Спорт. Они поняли, что халяву можно делать. Да-да-да, мне кажется, они тоже такие, типа, блин, а что если нас выиграют? А сейчас Индеги, а, так бомжи! И просто вдвоём на мяч. Двойной фейк, тройной взлёт у них сейчас был. Нормально пошло, всё. Их игра. Сапа, кто у них капитан? Капитан? А в Ракет Лиге, думаешь, есть разница? Ну, мне кажется, есть же обычный какие-то капитаны, нет? Ну, мне кажется, есть тренер и... А так, капитан. А что тут капитанить-то? Как, что? Не, просто смотрел по вебке, то, что два близнеца сбоку сидели, и этот чел по центру. Ну, значит, не близнец. Ну, типа, думаешь, капитан по центру сидит? Мне кажется, по центру сидит самый говорящий, необычный. Или самый длиннорукий, который пятю не раздаёт, понял? В обе стороны, чтобы сразу доброе было. Ну, кстати, Равас тут ошибся очень сильно. Ого, команда загрузки. Не, всё в порядке. И наказывает, наказывает Руван. Тут они поторопились, на самом деле. Вместо того, чтобы просто подождать отскок, они решили прям сыграть мяч. Выигрывают киков вообще в салатину. Как будто... Блин, у тебя отстаёт, кстати, теперь на три секунды. Блин, ну... Ожидаю. Я могу... Я могу быстро ребутнуть. Пока тут атака от Руван. Молю. Квадр-ресет! Пока ты обновляешься в жопу. Киллерс! Ладно, не забил. Я поверил на секунду, на самом деле. Не, квадр-жирный, если бы хотя бы трипл был, я бы поверил в это. Ну, я понял. Когда ты закричал, я начал верить, но когда осознание пришло... Тайминг, да, слишком жёсткий? Да-да-да. Блин, ну они боятся. Просто посмотри на Кру. Они втроём стоят на земле, ждут, пока Руван их заплю пресетает до смерти. Да, ресетик не дали, жаль. Это просто шок. Ой, бам-бам-бам-бам, откиллерса. Ё-моё, штанга спасает команду Крус-Порт. Крус, а где третья, Лан? Не, ну там явно третьим. Он не рискнул. Да, и читать такую. Там же взрыв, соответственно, не видно нифига. Кстати, уф-фу-фу, какой преджамп сейф. Кстати, я думаю, рабы лучше преджамперы, в принципе, в игре, потому что они обычно играют на 130 пинга, и преджампы для них, ну это уже что-то родное. так что я думаю я думаю против команд который будет типа много летать по тип конь фурии знаешь или типа бдс я думаю они будут сильно смотреться но пока что ой-ой кто кто это сделал графин графин соло смотри пешком просто объехал капец по всем поверхностям покатался по полу по стенке по потолку да ладно что не обидно надо все-таки пропустить пару я считаю чтобы обиднее проигрывать а как он не за целью он же вроде прочитал залагала немного подожди подожди а он думал что это прям летит но тут на самом деле штанга сыграла за круиз sports ну да да был сильный да был сильный хорошо они разворачивают его еще киков проигрывают вот пошел уже какой-то интересненький кико фото рабов близкий фолл какой-то и скидка на него ой перри переиграл брата а нет это не брат 6 такое у ира вас 53 типа прыгают ровас летит 3 типа прыгают знакомое что-то такое чувство есть такой маленький такой блин афер скиллер же нет да на мажоре вот это не ферс киллер от генков отлетел от генков отлетели переигровка вообще надо документалку снимать я как-нибудь сниму документалку короче оптик 0 3 против фейс клан камбэк 0 и выиграли поиску на мажор соответственно и за это и по картам 0 3 до по картам было бы это всем у ее и мой сын дотыкал дотыкал а кстати странно она еще не хватит ли в преджампы взрослите просто на круг они боятся просто я говорю каждый шот боятся 33 за пятна секунд но кстати эта игра намного ровнее чем прошло прошло несмотря на то что был как будто овертайм уже третье по моему просто когда-нибудь она сломается товарищи из круиз sports чем бы доставлять вас не несмотря он гений они не прочитали слабые только оставляют виталити возьмут мажор не знаю я думаю возьмут я думаю если они выиграют я думаю ликвид самые страшные соперники виталити вот серьезно потому что карминкорп они только так и башни я думаю что если они проходят liquid то максимум в нижней сетке какие-то боги игры из америки но в проблеме то что в америках но только комплекте есть фури играл америке не осталось американцев как говорится дать его испанец чилиц и кто-то еще ну короче но я не вижу конкуренцию виталити особо я думаю liquid это их самый страшный соперник но если liquid будет играть хреново то это вообще без шансов будет я не думаю что кто-то его еще имеет шансы против уюты смотри о неплохо неплохо мать рива фристайлеров они не поверили на руване да идеальный кстати скид скинул идеально почему 11 игру хорошо потыкались не уверена как-то они ждут ждут и потом опыт быстро контратак и все об и киллерс просто скиков и очень много голов после киков и в прошу катки тоже за один секунд забили начата но тут хороший шот хотя ты ты знаешь как мили в к метру переводить научите что еще раз мили в километре в час переводить знаешь как а я точно не знаю как что 116 надо умножать или делить надо разделить на вам нужно 3 вот такая вот форма то есть если 60 то 90 понял но если 60 миль в час это 90 км в час вот мили всегда маленькое число километра больше то же самое что умножить на 16 ну я не знаю мне так легче умножать на 16 ну типа это просто в как-то тяжелее ой какой бамп не арсей но пока что смотри как бы нам просто уперся в монитор ты видишь как ровно так вот он сидит просто знаешь как и touch сидит он он тоже внизу сидит просто под столом как будто я помню кто-то прям супер поуротка сидит вообще нельзя так свечу если вы играете компьютерные игры всегда нужно ровно сидеть нельзя шею вперед как вот это вот жирафик не жирафика у кого я не знаю шею вперед и у ее кстати там может быть бамп да и и просто а где коммуникация почему я вижу это бамп а я чего не вижу не месси не успевал по идее и келли что успевал келли и месси походу успевал а чё по коммуникации типа виден же был бамп чё они не видят чего при ротации хотя бы просто ну по себе ну понятно что они на доверие катают ну типа это мне кажется будет достаточно очевидно мнение я думаю он фэканул но он просто полетел челленджить кстати пока что киллерс прям очень хорошо что в атаке себя показывает я так понимаю я так меня мэйсон это чисто игрок поддержки да вы в команде я думаю да да брат акробата там справляются накида очень плохо очень похоже потому что пока что киллерс показывает просто щеки какие-то нереальные механики с рвачиком на пару месси он тоже молодец но часто видно что именно дуэтом они играют в атаке синергия есть просто ну да прикольно когда вы с двумя братьями кстати это достаточно недавний феномен в контр страйке же сейчас тоже два брата играют в команде одной из лучших мира в год 2 играет ника и hunter я не знаю следишь ты за ксм нет но это я знаю потому что раньше смотрел вот а больше я так не вспомню чатик вы знаете еще где-то двух братьев акробатев я знаю были раньше в доте но сейчас уже нет команде мау спорт сыграли а сейчас вообще не скажу только вот эти двое и в кэшке но все равно это круто но иногда это плохо если вы не можете нормально критично относиться типа друг другу если вы таки ну он мой брат я не буду говорить что он рак его расчеты у оттого тоже старший брат раньше нормально играл у кого там есть беги у него у оттого ты произошел фри гол такс давайте пока он ушел передаю приветы проеба не здорово опа здорово альтер фрейм здорово and здорово гол 31 киллер сники лишь уничтожает просто люцерн здорово плазмы здорово пришел уже 31 киллер с уничтожает просто в левый угол все все происходит 3 1 меня ушел на 11 пришел на 3 1 нормально может не это войти в соседнюю комнату шевуру варшин смущаешь их закрыт закрыли быстренько 31 пацанов а ты че они кстати на мое удивление круга это вот так вот я пришел забивает надо походу за чаем сходить еще ну хороший хороший прижамп но пока что если честно круз в это все какие-то очень странные говорит ну то есть нет такого значит они долго атакуют там вот это вот не наш методичные голы когда типа долго в атаке ждешь пока врагов кончится буст и в итоге запинаешь их не кру не такие кру просто туда прижам туда в прижамп заебись прокнут тебе скриншотик показать один методичная атака сейчас покажу типа 40 в дискорд скинул 40 шотов на и после игры можно посмотреть сколько у меня шотов и сколько противников сейвов у меня такое чувство что рулан слишком рано прижампе то не за этого пропускают на него и вроде когда особо они не прижампе на самом то деле я блин на вот два гола я заметил когда чего рано прижампнул и он из-за этого уже все не может среагировать ты про первого игрока да не того который в воротах или про вратаря да и который и вратарь и первый типа вот обычно но сейчас на вас тоже очень разлетел но они просто знаешь возможно не считаю что их механики позволяют им просто делать это ебать там видео до чем на бреде просто такой на яйцах поймал перед своими воротами но вроде справились да на арабах 32 хорошо разворачивать киллерс и тут непонятно как вообще это все ой-ой подожди пинч летит под дроп за неудачное касание ну нормально закрыли закрыли но это все равно как-то знаешь неуверенно я бы сказал то есть вроде когда не забивают и выглядят очень хорошо но пока что кру мне кажется забивает то что не должен забивать данным короба опа подожди к чё а там реально контентик происходит кармин короб 020 львам конку контентик 1212 в счет граунд зиры только сейчас забрали кармин короб карта да ну ты угораешь нет нет вот я чекаю сейчас материя компания отлетают от брать какая супер лаки он граунд зиро лиц туван просто шок это все уже такое лакала наверно просто ватиро ватиро там сидит прикинь на очке да они не ожидали от гранд зиро они там вверх тормашками играют сидят австралийцы бою киллерс ресетик мы как-то они хорошо фейкуют под друг друга арабы прям вообще офигенно смотреть на этот тимплей вообще тимплей это лучшее то есть уроки лиги как по мне особенно в 3-3 просто типа пасы фейки по друг другу это прям вот очень-очень радует глаз именно просто ради приличия соглашусь соло-плее соло-плее ху ты просто медленно медленно киллерс в атаке ну взорвали мэйсона ой что мвп у них в команде но как будто не вылазил со вражеской половины еще ни разу крут я не знаю они все как будто понемногу делает ну да есть такое есть такое нравится что всегда когда играет араба джи не будет пускать комитет это вообще прям всегда так это очень круто особенно тот легендарный гол против g2 на 0 помнишь мне не помню когда счет по моему был 22 falcon сыграли против g2 и ахмат на нулевой редирект ну а я понял еще не бой заорал да 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 я вспомнил но джонни бой легенда он вообще сколько лет шесть мне кажется продвигает регион арабский ой-ой прошел он с эти двоих и летит летит бампать уже но кинуть киллера за просто не подвинуть а я кстати отвратительный при джамп но никого не было приходится дефать ру ван кстати неудобно качилу он бы стал него нет да тут пофиг он просто фифтики делает ну пока что ельза мне очень ну меня не впечатляет ротация ру ван знаешь ну то есть против команды которая будет постоянно ой-ой-ой-ой хороший был с нулем бы стать я такой то в любом случае у арабов всегда хуже ротация было это это факт она ломается очень жестко из то что они пытаются очень быстро играть без шуток говорю ну да то есть это знаешь такая тема если работает то выглядит шикарно да если не работает то выглядит как будто g4 лобби ты смотрел сплиты ну просто арабский он нет не смотрел ни один даже там просто каша малаши эти такси происходит 6 на 6 рубил шуток там пока в топ-4 не будет ты играешь в топ-2 кибать бред сейвит это просто шок ну вот о чем мы говорили дать бы команда которая живет защите ой там пустые успел он в любом случае успел мой ой вот тут вот тут точно вы не заселил ой блин супер он лайки но это потому что чем на октане играет ошибка ошибка лобби 5 фенеков один октан надо уже игра и группа в эра доминос выйдет торс с кбр щек кбм щек на доносе места просто до часу и 333 чего я думал то free double но это был free double это был free double и он просто не попался не он просто мисс ну ну на самом деле мы повезло скорее повезло до получать подсони при жампали double тебя у них был шанс засовет даба но не было шанса засовет добивания не скажем что он так подумал оставить умом на сыграл я ненавижу такое вообще в ракетики терпеть не могу когда мисплей митя переигрывает это просто это ужасно я прям у меня от этого говорит всегда в любом режиме просто когда кто-то делает хрень и из-за этого ты его не читаешь он теперь игру бывает к не знаю у меня вообще с этого горит ну это все охуенно и менталка их не я делаюсь завидовать ой-ой-ой кстати смотри хороший кстати да 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 прям пасек был четкий он там из-за взрыва ровас последний остался тут тяжело будет очень хороший пас уже не читай ну не прочитать куда мяч пульты минда укру очень быстрые контратаки которые сразу взлетают постоянно ой-ой-ой-ой а вот и проблемы на кик-опах но кстати мейсон развернулся в нужную сторону в отличие мне как-то знаешь короче генге как-то про ну получили два гола потому что у них чем на как кто у них третий токус я забыл надо дать чем на нолике просто не в ту сторону разворачиваюсь и чат не писал да у них такая стратегия все профессионалы так делают и потом просто следующая игра и space station просто каждый раз разворачивались нормально и ни разу не превысил что они же пытаются скинуть да 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 в какую-то сторону если не получается то но мне кажется даже когда скидывать в сторону нужно играть это ухте там сейв прокнул хорошо это за ужас там и втроем по цели ну короче я считаю что ну так агрессивно просто если у тебя 2 чего близко читит но это же казино ну да плюс-минус слишком рискованно стоп что ой-ой-ой-ой за шкирочку закинул хочу произошло подожди drops просто дал пас бред просто ты походу слышу меня у меня в участке ков 321 о нет ну вот о чем ты говорил даже ну конечно он разрушился не в ту сторону они отбросить не тот киков да он разрушился хотя ему здесь не помогло он бы не успел а не успел 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 но это мне кажется не тот киков на этом ки кофе можно мне кажется на этом кофе можно вот на диагональном нет в царе вот на диагональному это такой спорный вопрос дебейты будут так сказать 2 2 на 5 них же был киков что тот кто ехал он прям скидывал ты же видел он прикался в мяч крышей да да я я понимаю я понимаю стратегию но я считаю что просто ее реализация таким образом слишком казиношная как по мне но опять же если вы уверены в себе то и играйте в казино просто когда вы типа мяч ноги кофе мне кажется не стоит забитого кого вот вот сейчас видео если бы мейтен развернулся в ворота он бы тоже принял этот мяч то есть не было разницы только так бы он не играл в казино так что я считаю что все же но это такое я и я слышал как прошки спорили тоже по этому поводу у ю ю вообще как говорил рояр эл надо просто втроем на бус просто никто в мяч не едет просто в траве на бусе какая-то команда такой хер не занималась да 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 нет ну смысле 1 не ехал на киков нормально круто пока что прыгает ну опять же как мы и говорили в начале то что команды ру ван просто будет пенетрировать кру и типа либо кру будут сэвить как боги они выживут и контратакуют либо ру ван их дотыкуют ну типа тут супер защитный поистайл типов фанатов айскости атаки причем причем интересно да то что кру команда который играет от защиты бразильянская ухи по фейк они датыдаты мимо ой-ой-ой какой фейк это был вообще жесткий от это там кто-то есть да 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 норм так кстати опасно я вам за контролем или неудачный фифтик нет drops выносит вроде живых миддл а нет сам блин как же у вас делать фифтики в игру реально все фифтики фри да куда ты бьешь блять нахуй я его хвалю куда он ударил ебать удар платили просто прохнул чё за говно у типа у типа просто все ворота можно ударить куда угодно и забить он просто ебашит в челок кирпичом что что с ним стало почему бывает просто залагал мозгу и я не знаю ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой это страшно жюй-ой-ой-ой-ой-ой-ой не он почему-то оставил оставил нарывайся у меня фулбуст человек на пусть этом так надо как-то поставить мне тоже не нравится читая контроль такой себе был парни вас там бред в позиции надо бузать ой все это все еще будет все будет хорошо смотри это гол а нет хороший или все-таки гол черн в мидл когда переобувочные поход без преобувочный хорошо кстати миде ру ван играет очень много фифтиков они выглядят просто пиздец но арабов очень тяжело фифтики выиграть это прям это реально челлендж выиграть у арабов фифтики приинтересно да посмотреть арабов прочих европейскую команда которая тоже в центре играет вот это там зарубы будет аннекс еще будет если арабы выигрывают 2 европейские команды ну да так-то фри 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 да это кстати плохо да 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 графинчик напугал три минуты овертайма никто не хочет в нижнюю сетку в нижней сетке грустно ну да вон они по одному просто пытаются выиграть фифтики просто 12 выиграть и чисто по математике выиграть у юни фига он ворвался на работе как же он врывается нарывайся бам 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 не он не прочитал попытался это откуда удар лично отдали мяч нифига бэк флип момент да а говорили доме из машины любых клипов так пасик на бреда бред не хорош сейф о ее не прочитал он пас подожди 18 бюста что меня часть у меня свой шоу почему-то у пусты есть да тыкали вот ошибка на базу первое есть кармин кармин 32 закрывает мы поздравляем поздравляем ру ван они большие муации но круг хорошо играли на самом деле но я ожидал от них чего-то хорошего не оба не скажешь они прямо трущики играли я тоже я тоже думаю что команда круг хорошо играла просто ру ван были сильнее все да 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 они сразу в нижнюю как тут сразу боев и тут такие вот а новая система с прошлого раза даже вот круг падают куда-то в жопень вот сюда 3-1 ру ван и победили на ру ван и молодцы но выглядели они конечно не очень уверенно но но и и